Ждем с инопланетян, попытаюсь еще раз опустить величие многих до нуля, президент молчит, подданные жужжат о летающих тарелках, американцы не были на Луне, съемки Голливуда, по поводу Луны можно легко удостовериться, на видео астронавты, а не космонавты, ничего не говорит, устанавливали лазерные отражатели для измерения точного расстояния до Луны, отражатели до сих пор действуют, По поводу полетов на Марс и заселения забудьте, магнитное поле Солнца защищает от радиации, а поблизости Марса нет, ученые астрофизики, запуская зонды для исследований космоса, много раз ошибались, и большая часть аппаратуры выходила из строя, не выполнив намеченных задач, например, порох теряет свои свойства, где гарантия, что и человеческие нейроны не зачахнут, Поэтому нет смысла отправлять людей на Марс, а обратно принимать кисель, если только избавить Землю от перенаселения, брак при фотопечати выдают залетающие тарелки, когда начинаешь поднимать тему о том, что кроме землян нет во Вселенной разумной жизни, оппоненты давят своим идиотизмом, Некоторые бактерии способны выдерживать радиацию, могут быть другие формы разума, посмотрите на клопов и представьте их разумными, когда они достанут вас ракетами и ядерными взрывами, вы не только не станете изучать их язык, будете беспощадно давить их повсюду Власти более информированы и если бы инопланетяне предстали, то могли и наказать за хамство наглых, но они прекрасно знают только сказки и басни Более того, Землю посещают ежесуточно сотни метеоритов, ближе к центру Вселенной, от которого мы улетаем стремительно, но звезды галактик стоят мертво тысячелетиями хотя и летят со скоростью 80 км сек Думаете инопланетяне летят быстрее? Чтобы посетить планеты Солнечной системы нужны тысячелетия, а другие звездные системы сотни тысячелетий Бред не о больших скоростях физика не терпит, даже если в энергию превратить всю Землю, то ее хватит ненадолго, не говоря уж о чудовищной радиации и метеоритных потоков Планете Земля повезло по миллиардам совпадений, таким образом мы своей неразумностью уничтожаем единственный источник разума во Вселенной А говорите мы разумные Среда, 9 мая 2018 года, город Волжский, изобретатель Владимир Бочкарев Редактор субтитров А.Семкин